Можно ли дарить цветы в горшках? Какие существуют об этом народные приметы? Комнатные растения обладают энергетикой, способной притянуть в дом счастье, удачу, богатство. И преподнести такой талисман в подарок друзьям было бы очень неплохо. Но можно ли дарить цветы уже в горшках? Считается, что некоторые растения могут осчастливить своего владельца, другие, наоборот, могут вытянуть из него все соки. Казалось бы, комнатное растение в горшке будет прекрасным подарком тому, кто любит заниматься цветами. Однако есть поверье, что подобный подарок будет не самым лучшим. Негативные приметы действуют не всегда, а в отдельных случаях. Более того, одна и та же примета может трактоваться и как хорошая, и как плохая. Например, считается, что дарить растение в горшках нельзя тем, кто болен. Примета весьма мрачная. Если дарится цветок с корнями, то и больному человеку как бы желают врасти в землю. С другой стороны, считается, что если этот цветок завянет, он заберет плохую энергию. Еще одна примета предупреждает, если растение не приживается в доме у нового хозяина, начнет вянуть, то подобный негатив ждет и нового владельца. В его жизни могут начаться неприятности. Следующая примета – преподнести горшок с сырой землей. Люди уверены, что презент притянет новому владельцу болезни и неприятностей. Нейтрализовать эту плохую примету можно, купив в цветочном магазине растение, которое будет находиться не в сырой земле, а в специальной почвенной смеси. Последнее поверье предостерегает о том, что человек, дарящий цветок, сбрасывает на него свои беды и невзгоды, а значит, негатив переходит человеку, принявшему этот подарок. Есть и другое противоположное мнение. Считается, что если человеку дарят цветы в горшке, особенно когда их несколько, они начинают действовать как талисманы. При этом они защищают от порчи и человека, и дом, в котором он живет. Примета уверяет, что если растение внезапно завяло, то оно просто-напросто забрало весь негатив, который был на хозяине и в доме. При этом на данный момент помещение полностью очищено от негатива. Как видите, есть и хорошая примета, связанная с преподнесением подобного подарка. Если человек не суеверный или доверяет только хорошим приметам, ему можно дарить комнатное растение. Но если он будет уверен, что подарок ему принесет негатив, то эта отрицательная энергия будет к нему постоянно притягиваться. Если вам кто-то подарил комнатное растение в горшке, и вы боитесь, что оно негативно будет на вас воздействовать, или человек, который его преподнес, мог замышлять что-то плохое, в конце концов заговорил это растение, чтобы оно притягивало к вам негатив, можете провести следующие обряды. Первым делом откупитесь. Как и в случае с получением зеркала в подарок, дайте дарителю несколько монет. Таким образом вы покупаете уже предмет, а не получаете его в подарок. После этого очистите растение от негатива. Для этого окропите его святой водой, просите несколько раз над ним молитву «Учий наш». Будьте уверены, это поможет убрать возможный негатив, который мог перейти на растение. В крайнем случае можете передарить такой подарок, однако подобный метод достаточно жесток, ведь негатив, который мог остаться от дарителя на вас, вы отдадите другому человеку. В целом ничего страшного в подобном презенте нет. Есть негативные приметы, связанные с домашними растениями, но есть и положительные. Кроме этого, многие комнатные цветы положительно влияют и на хозяина, и в целом на атмосферу в помещении. Поэтому если человек не имеет ничего против, смело преподнесите ему такой дар. Субтитры создавал DimaTorzok